Девушки отдыхают Мы решили сделать этот сюжет только с одной целью, чтобы все хорошо понимали, что из себя представляет гебельсовщина на марше. Мы видели, мы знаем про пытки детей, мы знаем про то, как в рестораны кидали полиэтиленовые пакеты и говорили, жарь мне печень моего противника. Уже давно не секрет, что на российских каналах пытаться найти новости про Россию – вещь абсолютно бесполезная. Их там нет. Настолько, что прямо на здании Останкино уверенно можно размещать баннер «А чё там у хохлов?». В нашей жизни есть, конечно, несколько вечных вопросов. Пить или не пить? И второй «А чё там у хохлов?». И это вовсе не какие-то наши фантазии. Сами послушайте рассказ студентки, проходившей стажировку на Первом канале. Я попала в программу «Время покажет» на Первом канале. Я с надеждой спрашивала, что же мне нужно делать сегодня. И каждый день я получала один ответ – искать украинцев. Понимаете всю прелесть происходящего? Начинающих журналистов сразу обучают главному. Волгограда, Челябинска, Якутска и людей, живущих в этих и других регионах России, для федеральных каналов нет. Никому не интересны русские, так что давай, красавица, действуй, найди-ка нам украинцев. Там работают молодые девушки, у которых есть всего три задачи. Первое – искать украинцев. Второе – держать микрофон у рта эксперта и не давать ему его сломать. И третье – принимать звонки в полсенции. Стоит ли удивляться, что при таком подходе к делу даже в итоговых программах о России зачастую говорят не более 10 минут. Да и то в основном ближе к концу программы. Не верите? Окей, возьмём, к примеру, Киселёва. И что же мы видим? Огромный кусок про Украину. Итак, Украина. Украинские спецслужбы и вообще силовые структуры как-то поджались и стали вести себя мягче. Обязательный блок, а США, НАТО. Ну куда ж без этого? Самый неэффективный альянс, который можно себе только представить. Ну и немного Ливии, так сказать, на погоны. Ливийская национальная армия во главе с маршалом Махалифа и Хафтаром взяла под полный контроль столичный международный аэропорт Триполи. И никаких российских проблем. Причём все же из вас понимают, что это не частная лавочка, где могут круглыми сутками показывать, чё Бог на душу положит. Хоть мультики, да хоть порно. Это государственный канал, где за деньги российских налогоплательщиков, на них самих со всеми их проблемами, тревогами и надеждами с завидной регулярностью кладут здоровенный Искандер. И это правда. И ничего, что крыша в доме протекает из-за санкций с работы сократили, а вместо жизни на необходимой дороге снова что-то там построили в Крыму или поддержали сестричку Сирию или братскую Венесуэлу. Уже не про Украину, не про Сирию, не про вмешательство выборов. Нет. Про Венесуэлу. В Венесуэле тоже надо помогать. Ничего не обеднеем. В Венесуэле мы можем помочь. Венесуэла ждёт. Но не время надувать сопли пузырями. Сидите, холопы, тихонько и не вздумайте рыпаться. Вон, посмотрите, что в Украине творится. Вы хотите, чтобы и вас так же? Но в Украине гораздо, гораздо хуже, и мы должны понимать, что к этому нам нельзя никак скатиться. И так год за годом. И вот уже на каком-то этапе геббельсовщина по-русски дошла до того космического уровня цинизма, что пропагандисты сами стали смеяться, мол, вы не поверите, но сегодня снова говорим об Украине. Сейчас будет русская народная тема Украина. Ну а Украина, конечно, вот. Ну что, Украина? Украина опять. А чтобы воодушевить паству и подвести под этот трэш хоть какой-либо базис, всё это подаётся под соусом интересов Отечества. Мол, это наша зона влияния, боремся за свою землю. Украина – наши национальные интересы. Сегодня украинское будущее больше не важно никому, кроме России, поскольку та находится в сфере наших национальных интересов. А теперь просто проговорим. Вы можете себе представить, чтобы некий телеканал, к примеру, в США, собирал целые студии с разбором полётов в соседней Канаде. Причём собирал не просто как-то единоразово по ситуации, а ежедневно, более трёх часов в день, по всем федеральным каналам на протяжении многих лет. На Украине в последнее время совершенно чёткий тренд фашистского толка. И это является фактом. Эти люди, мне кажется, демонстрируют нацизм, сами того не понимая. Но в этом и есть катастрофа современной Украины. На Украине все признаки возрождающегося неонацистского государства. Такого нет нигде в мире. И дело даже не в пропаганде. Что-то нам подсказывает, что вряд ли вы представляете, какие суммы из бюджета страны они спускают на каждую программу. Попасть в политические ток-шоу в Москве проще простого. Но глядя на политолога в студии, это вроде бы и так понятно. Бесплатно на такое залы не заполняются. Вот, например, видите этих профессиональных хлопальщиков? Каждый из них получает деньги. Да, деньги сравнительно небольшие. Но с учётом количества массовки и числа ежедневных эфиров на всех федеральных каналах, в месяц вырисовывается очень неплохая сумма. Вот и я пошёл чуть-чуть подзаработать. Мне досталось 300 рублей. И очень уж охота спросить. Ну что, россияне, нравится вам из своего кармана оплачивать бездельников, которым не нужно горбатиться, как вам, на тракторном? Им достаточно просто аплодировать по сигналу, якобы поддерживая то, о чём говорят. И вряд ли эта тема будет касаться российских проблем. А что же мне нужно делать, чтобы получить свои три сотни? Элементарно. Хлопать в нужный момент, создавая видимость, будто происходящее в студии хоть кому-то интересно. Причём темы про Украину уже настолько всех утомили своей однообразностью, что массовка просто засыпает на эфир. То есть люди могут, ну, там, заскучать, уснуть, там, ещё что-то. Им какая-то тема надоела, например, Украина, которая практически ежедневно у нас обсуждается. Но бог с ними, с этими хлопальщиками. Давайте поговорим о ручных экспертах. Пока в одном из регионов семья выживает на 500 рублей... А на какую сумму денег вы живёте вместе? 450 рублей. А что на эти деньги можно купить? Ничего. А бабушки вынуждены переползать через старые деревянные мосты. Чтобы сходить в магазин за продуктами, им нужно идти по этому так называемому мосту. Я постараюсь ползочком. Сегодня хлебный день, надо идти. Миллионы рублей ежемесячно уходят на гонорары ручных экспертов, большинство из которых откровенные проходимцы. Вот, например, один из типа экспертов в позе боевого хомячка отыгрывает нужную роль. Что ты убьешь, сука? Что ты такая человечка? Что я убивал? Ты что, ты убьешь? Ты что, кто тут? Выйди отсюда, выйди отсюда. Выйди отсюда, выйди. Я не лидов, а вы не понимаете. Выйди отсюда. Зрители развесили уши. Но мало кто догадывается, что этот всезнайка находится в розыске за мошенничество. Грег Вайнер, он же Григорий Винников. Американским политическим экспертом в ток-шоу Первого канала оказался российский турагент, которого в Нью-Йорке обвиняют в мошенничестве. В эту же степь и профессиональные груши для битья типа Ковтуна. Таких приглашают на эфиры только с одной целью. Имитировать спор и показать перед огромной аудиторией, как легко разобрать аргументы глупого хохла. Ты же не тут бандеровские лозунги кричал. У тебя свободная страна. У тебя свободная страна. Причем мы еще два года назад рассказывали, что этот неудачный двойник Анопка к Украине имеет такое же отношение, как и Валя Стака. Ты помнишь? Раз вы будете меня перебивать, я вас выведу отсюда, несмотря ни на что. Вам пока слова не давали. Вот, когда дадут, тогда скажете. Оба родом из Украины, но давно сидят за поребриком и кормятся из российского федерального бюджета. Меня хотят видеть на всех каналах, на всех программах. Или, может быть, кто-то еще верит, что однополая любовь с Ковтуном в эфире – это не постановка? Вячеслав, ты же русский, Вячеслав, дорогой. Ну как можно? Как же можно? За 100 издеваются. Вот так бы всегда. За 100 издеваются. Вот она. Пример российско-украинской дружбы. Ну как? Нравится кормить груши типа Ковтуна? Он не вот все хорошо, квартиру в Москве не так давно купил. А как у вас жизнь, ребята? У вас настолько все хорошо, что время покажет, две недели подряд может позволить себе говорить об Украине. Ровно 4 года назад, в 15-м году, 9 апреля, Украина официально взяла курс на декоммунизацию. Мы собирались про выборы поговорить на Украине. Поговорим про выборы. Какой проснется Украина в понедельник, перебиваясь один раз на США и Израиль. Вчера президент Дональд Трамп подписал документ, который означает признание Соединенными Штатами суверенитета Израиля над голландскими высотами. И еще разок на обнаженку с учительницей. Это история, произошедшая в Барнауле. Я вам ее коротко напомню. Из-за этих фотографий учительницы русского языка из Барнаула Татьяна Кувшинникова лишилась работы. Вы серьезно, да? Кроме сисек в Барнауле ничего важнее в России нет? Еще раз такая ситуация не только с время покажет. У Соловьева с Михеевичем ровно та же речка. Это проект Сергея Михеева «Кто против?» Украинские шоу под названием «Выборы» продолжаются. В Киев прибыли специалисты по выборам из ЦРУ. Украина за 20 с небольшим лет изменила принципы существования глобально. И, наконец, чудесная статистика по 60 минуткам ненависти. Оруэлл отдыхает. У Скобеева и с мужем, которые жрут пиццу прямо на украинском флаге, на 18 часов эфира. Только полтора часа посвящено России. 90% россиян, несмотря ни на что, невзирая на беды и невзгоды, им нравится, россиянам, нам жить в своем городе, в своем селе, и вообще все равно, лишь бы только Россия. Да и то в уропатриотическом контексте. Мол, какая же США сверхдержава, если из нее все хотят уехать? А россияне, если их сравнивать и проводить сравнительный анализ, давайте с американцами, например, в гораздо меньшей степени хотели бы покинуть Российскую Федерацию, чем, например, американцы, покинуть хотели бы Америку. И еще раз, это государственный канал, где за народные деньги годами сеют ненависть, при этом упорно не замечая самих россиян. На Украине идет война, над вами измываются. Нет, это позор и приговор в стране. И вот знаете, ребята, а вам знакомо значение слова терпим? Да, вряд ли оно есть в словаре далее или ожигомо, но зачастую дворовый сленг точнее всего описывает ситуацию. Ведь назвать как-то иначе людей, которым нравится, когда на них показательно плюют, сложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова